Мы доехали! Альпинисты Нашли заброшенный дом Подняться на фуникулёре Лео, 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 беги, он со слизнем На лодке морских котиков Вуаля! Обзор на вертик Такое случается примерно раз в год Это альпаки такие Всем привет, меня зовут Милана Королёва, добро пожаловать на мой ютуб канал Ребят, сегодня я предлагаю вам Вместе со мной отправиться в путешествие Да, я понимаю, что, наверное, вы устали Немножко уже от ревел-влогов и ждете Когда мы вместе отправимся на шопинг Обещаю, следующий влог Будет шопинг-влог А пока приглашаю вас вместе со мной Отправиться в Норвегию Не спешите мне в комментах, кто-нибудь из вас был в Норвегии? Нет? И если да, какие ваши впечатления? А скоро вы узнаете о моих Друзья, каждое мое утро начинается С коллагена OneWin Очень удобная упаковка Эту баночку я вожу с собой Мерная ложечка внутри И знаете, в чем кайф? То, что можно выбрать себе на вкус Ваш любимый коктейль Любовь Андреевна заказала шприц-апироль И это действительно прям вкусно Тут можно представлять, что ты пьешь шприц-апироль с утра Важно принимать коллагенный точак, чтобы он лучше усваивался А еще более важный момент Что в составе у этого коллагена целая группа витаминов А, С, Д, Д3 витамин Витаминные группы В Потому что если нет витаминов в составе коллагена Он усваиваться не будет Я очень довольна результатом От применения данного коллагена Потому что улучшается качество кожи, волос и ногтей За вас! Если вы так же много путешествуете, как я Не забывайте брать коллаген с собой Потому что особенно в самолете у вас происходит обезвоживание организма Сохнет ваша кожа И коллаген поможет вам ваше здоровье держать в балансе Потому что помимо красоты внешней Он еще ухаживает и за вашим организмом изнутри Чтобы ваши кости, суставы были в порядке Принимайте коллаген OneWin Итак, ребят, мы прилетели в Норвегию Ура, наконец-то! Классно, что перелет составляет всего лишь 1 час 10 минут То есть прям и ты уже в Норвегии Первый город, куда мы приземлились, называется Лизунт Вот, собственно говоря, что нас ждет Программа Уже здесь все нарисовано Как всегда перемещаемся на минивенах Потому что у нас впереди еще одна поездка Здесь раз, чемодан два, чемодан три, чемодан четыре, чемодан Прямо с самолета мы идем кушать в ресторан, который называется Zuma Находится прямо на воде Так, ну что, в Норвегии будем объедаться свежей рыбой Так, давайте посмотрим немножко Посмотрим цены А в чем здесь цены в Норвегии? Цены А, тоже кроны, понятно Ну что, мы заказали сашими из лосося Супчик У Лио любимые креветки терияки Рис Адамами бобы И вот еще, возможно, суши Ребят, вот ради этого вида мы залетели в город Алисун В 1904 году здесь был сильнейший пожар И он был заново восстановлен и застроен зданиями в стиле Арнаво Это называется ДОТ Отсюда воевали защитники города А это, видимо, дырочки для оружия предназначены Это настоящий огромный ужасный слизень Пошел отсюда Ну вот она, Норвегия Видимо, он еще одного слизня нашел Лео, 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 беги, он со слизнем Усики такие, смотри, до тебя наводят Но в целом мне напоминает, если не смотреть туда на воду, мне напоминает Подмосковье Березы, рябинки Птички поют Клевер растет Смотрите, как меняется пейзаж вообще Солнышко чуть-чуть спряталось за облака И все стало совершенно по-другому смотреть Ой, друзья, я в детстве собирала тролли Мне они так нравились Еще, когда я жила маленькой девочкой в Германии, там их было очень много разных Ну, мы приехали Это наш первый отель Блокшой Хотелс Где-то высоко Посмотрите, какая красивая трава на крыше Это все идет от викингов Меньше шума, когда идет дождь Или потом зимой теплее И летом наоборот прохладнее Люкса, какой у нас номер домика, скажи, пожалуйста $34 $34 Вот и вы здесь Все в порядке Спасибо вам Добро пожаловать Вжжжжжжг И вжжжжжжжжжг Мы доехали Ну покажи Одна большая бутылка воды крем-дорог устала вообще ребят рудец короче всем филом в городе андонез приехали сюда чтобы подняться на фуникулёре высоко-высоко в горы вот туда высоко в горах лежит снег на фуникулёре смотрите как красиво кстати на эту гору можно подниматься сделать такой хайкинг плюс можно заниматься скалолазами ребят напишите пожалуйста в комментах боитесь вы высоты или нет вот вам было бы страшно смотреть туда альпинисты которые поднимались пешочечком в горы лео ты куда ты мой горный козлик девочка вообще в трусах ребят что понимали я вот в теплой куртке штанах кроссовках люди вот полуговая перекос я взял какие-то кончики а меня ждет бутерброд с крюветками вот все и отправимся мы дальше поднимаемся в гору 10 градусов наш подъем проходимость сколько 10 машин в минуту среднюю 10 машин в минуту высокий сезон представляете и здесь грузовикам запрещено подниматься потому что можно застрять по такому серпантину сейчас познакомить сергей показывает нам норвегию с ее лучших сторон рассказывает вы ездим вот на этом классном минивэне серёж ну вот расскажите что это за гора такая чем она не это перед нами стена троллей это самая 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 высокая вертикальная скала в европе и и подъем вертикальный подъем один километр вот чтобы ее преодолеть альпинисты тратят 10 дней а зимой 13 дней для подъема боже мой какая мощь этого водопада как классно на ваших глазах у нас сейчас начинается пикничок так ну что вот сейчас мы на костре настоящем будем жарить лосось причем просто нашли заброшенный дом видите даже качели столики о сереже даже скатерть постелил поваренок милана в деле мы сереже готовим на ужин мы не ищем легких путей зачем нам ресторан чем мы готовим будем жарить рыбку овощи свежий салатик друзья ну что у нас процесс идет полным ходом вуаля смотрите решили пожарить целым куском чтобы рыба не развалилась не надо ходить дорогие рестораны заезжаете супермаркет покупаете лосось овощи и жарите приятного всем самое главное нам аппетита ребят надо просто сейчас будет вышла ой какая красота дикий норвежский лосось вот ребят мы сейчас на пароме будем отправляться на другую часть фьорда я буду впервые на пароме и на машине добро пожаловать в отель union но самое главное это вид на самый красивый фьорд сейчас мы отправимся на лодочке покатаемся мы приехали на самый красивый фьорд мире герангер сейчас я вам покажу красота спасибо за вас вот это водопад 7 сестер справа это самый красивый фьорд в мире михаил покажитесь как вы выглядите прекрасно вот ребята все что я то же самое в таком же комбезе и мы сейчас отправляемся на лодке морских котиков так называемые это водопад 7 сестер представляете вот сюда в фьорда заплывают косатки дельфины такое случается примерно раз в год том круз провел три месяца в нашем кемпинге вместе со своими сотрудниками кинотеатра он прыгал с нашей самой высокой горы на мотоцикле забыла вам сказать что стоимость поездки на вот этой резиновой моторной лодке 60 евро с человеком ребятеночек мой ребят мы приехали в парк zipline национальный парк и можно видите как над водопадами полетать мишель с левушкой уже где-то там представляете вот водопад вот собственно говоря zipline и вы летите прямо над водопадом ну расскажи нам пожалуйста свои впечатления так себе не высоко но есть один момент что обветку можно смотрите прям лед лежит мишель это горное озеро покрытое льдом снег еще идет дождь уже мне напоминает больше исландию чем норвегию ребята вообще мы пришли в этот огромный номер 420 обалдеть он бассейн и вот такой время уже три часа дня я только выползла из номера стоять покажу вам сейчас по норвегия норвегия короче сейчас посмотрим зайчик посмотрим басик а лео уже там познакомился я вижу с кем-то из детей и с девочкой естественно с блондиночкой поехал с горки видите в басике можно проплыть на улицу и хочу вам сказать что еще в этом отеле классный шведский стол там есть все давайте посмотрим зальчик зальчик такой конечно оставляет желает лучшего размер дорожки странный пойдем наверное вот сюда будем смотреть на себя заниматься до такого оборудования давно не видела но это не важно главное что есть зал какие тренажеры прям смотрите до мясо съедены зато есть еще один зальчик чип-чип-чип знаете было бы желание заниматься спортом где и как всегда можно найти я немножко я похожу там на 20 по дорожке поджимаясь чуть-чуть покачаю прессе просто я сегодня сожрала столько всего ребята в целом это лучший отель в этом месте он конечно наверняка не 5 звезд а 4 для отдыха в норвегии вполне себе смотрите во первых есть джакузи тепленькая есть бассейн причем вы из помещения скрытого бассейна попадаете на улицу есть еще одна джакузи там вот для чили наверху наш ресторанчик который мы ужинаем вообще с утра здесь лежало очень много людей я штыка этого ребята как так холодно вы все все равно поля чили те с детьми но такой коллапс конечно мог произойти только со мной в общем я сейчас занимаюсь в зальчике ко мне подходит женщина говорит что вы новенькая я говорю смысле на год но вы в каком отделе работаете я говорю ни в каком она готовы не персонал я говорю ну собственно говоря нет мне кажется не очень я похожа на персонал и у нее начинается истерика оказывается я короче пришла заниматься в зал для персонала я так в этом какие старые тренажеры смотрите внимание вуаля пожалуйста все техно джим все новенькое я конечно просто дурилка еще то бывает мы приехали на ледник бриксдан ну вот пожалуй взрослые 260 крон дети до 15 лет 150 и дети до 7 бесплатно также здесь есть кафешки можно перекусить подняться к леднику можно на машинках либо пешочком подпустили машинку с нашим видом и решили пойти пешком потому что хочется поводу движения слишком много времени мы проводим в машине блин ну миша а ну миша придумал это счастливее ребят раньше это все был ледник представляете раньше вот это все 300 лет назад это был один большой сплошной ледник потом была вторая волна потепления и собственно говоря все поросло зеленью как выглядит и что осталось от ледника сейчас я вам покажу ребят ну вот собственно говоря это был ледник сейчас он растаял сделали наше восхождение к леднику посмотрели погуляли кайфово туда начинали подъем на машинке потом передумали спрыгнули и пошли пешком но собственно говоря обратно также вверх вниз получилось порядка 10 километров в норвегии очень многие путешествуют дом на колесах да мы сейчас на вертолете отправляемся какую-то другую часть норвегии hi milana nice to meet you martin leo leo say hi to martin так долго продлится наше путешествие как долго это продлится если мы поедем прямо то это займет 25 минут но я постараюсь найти немного приятных мест для отдыха все ребят сейчас вас ждет обзора на вертолет вернее не на вертолет а обзор вертолета обзор на вертик давайте посмотрим как насыщают ухода идет кабина пилота всякие штуковины по-моему вот это штуковина она типа когда ты тянешь вверх она типа вверх сзади одним глазком ну короче варить панель вот этот рычаг и он как уже говорили теперь сидеть в общем не знаю был блок про алтай и этот вертолет такой же с мощностью винтик пинтик шпунтик какой малый сотик ячур спереди дождался здравствуйте меня зовут майкл приятно с вами познакомиться здравствуйте милана смотрите какое кайфовое место мы прилетели на вертолете ребят посмотрите как круто выращивают клубнику во-первых смотрите закрыты все кустики пленкой и ягоды не лежат на земле это альпаки такие да провожаете вертолет привет привет как делят ну иди сюда и иди поглядь друзья пойдемте посмотрим домик где мы будем жить ой все это просто волшебное место мне здесь очень нравится ой как мило лета твоя кроватка будет смотрите какое сердечко с таким вот видом так давайте смотреть дальше что здесь есть еще так мыло смотрите наверняка домашние разрезанные прям уже на кусочки шампунь к гель для души и друзья рассказываю что только что произошло родился новый альпака смотрите прям вот вот только родился недавно он еле стоит еще добро пожаловать в мир малыш смотрите вот ресторан когда ты заходишь ты говоришь свое имя и ты получаешь такой томатный суп это игру и что это у нас тут друзья ну какая норвегия без посещения музея викингов пойдем лево музей викингов касательно людей которые живут в норвегии для меня они немного странные ну во первых они такие знаете сухие они с вами сухо общаются сегодня на завтраке хозяйка отеля в котором мы провели эту ночь где альпаки просто на год вот будете есть гранулу с йогуртом я говорю да я не я люблю можно мне яйца вареные нет не буду вам варить яйца что мы живем у вас в отеле платим огромные деньги я думаю ладно бог с ним на это потом колбаса из альпаки такая типа что из кого колбаса из альпаки то есть у меня сегодня настолько испорчено испортилось настроение люди как вы так можете то есть вы их выращиваете потом жрете что ли ты после того как я увидел как родился ребеночек альпаки жеребеночек как правильно назвать шук контент просто без комментариев я хотел бы просто начать приветствовать вас в нашей деревне дахи так вот здешняя деревня посвящена богу ньорду альпаки был очень важным богом для викингов потому что он был одним из морских богов а викинги путешествовали повсюду используя реки фьорды и океаны так как у них было много проблем с передвижением по суше и меньше проблем с прохождением мимо вот почему викинги путешествовали почти везде используя реки фьорды и океаны и викинги также довольно часто называли места в честь того или иного бога чтобы заслужить благосклонность богов альпаки был важным богом потому что он также покровительствовал торговцам и путешественникам и поэтому одним из самых важных предметов снаряжения викингов были их длинные лодки и так что я хотел бы отвезти вас на нашу лодку и рассказать вам почему они были такими плохими когда вы спуститесь вниз мы идем смотреть корабль викинга драккар они назывались один из видов навигации и так вы кладете сверху камень с весом то есть магнитный камень опускаете его в воду и тогда он будет указывать на север так вот это очень древняя ранняя форма компаса это положить камень это как старый компас это ты кладешь в воду наверх ты кладешь камень тяжелый и он тебя будет разворачиваться в сторону севера и поэтому длинные корабли викингов строились с использованием тех же методов с которыми вы могли познакомиться михаил будет кидать топор отойди ко мне сюда вот он может отлететь назад вот так выглядели шлемы викингов снаряжение воинов викингов и первое о чем я хочу поговорить это шлем тоже захотелось до примере тебе это самое распространенное оружие викингов копье викингов это самое распространенное потому что оно очень очень хорошо подходит для охоты и рыбалки меч это самое редкое из видов оружия так вот у нас здесь есть меч так вот у меня есть что-то я и и и и а ребят всем доброе утро сделаю вам небольшой ром-тур отель называется опус 16 находится в городе берген и сегодня на этом прекрасном отеле и прекрасном городе заканчивается наше путешествие по норвегии ссоре за такой беспорядок мы просто приехали сюда примерно в час ночи видите у нас все чемоданы стоят вот и просто рухнули спать а нет мы еще съели какие там у нас колбаски пыли фрукты сладости тоже были мега голодные пожалуйста в подарок у нас какой-то короче какая-то ручки нас тоже быть идет дождик за окном мишель побежал смотреть город конечно жалко что в таком шикарном номере красиво в городе мы всего лишь переночевали и все так господи доброе утро котенок так ребят ну там у нас спальня понятно что постель не убрана ванная душевая это называется район брюген переводится как с норвежского набережной видите все гуляют рядом рыночек с морепродуктами не забудьте поставить лайк этому видео написать комментарий что вам больше всего понравилось подписаться обязательно на мой канал и всего вам хорошего и до новых встреч пока